Я приветствую вас, дорогие друзья, у себя в гостях. Меня зовут Виталий Рафеев. И сегодня я бы хотел рассказать вам тему о том, как понравится парню, как понравится мужчине. Данная тема, безусловно, интересна будет девчатам, женщинам. Давайте повысим, в первую очередь, планочку, поставим высокую планку. Не понравится парню, да? Не понравится мужчине, мы ставим себе задачу. А что мы делаем? Какую зачитаем? Мы ставим себе задачу стать для этого мужчины единственной и неповторимой. Пути к этой планочке, как к нам подняться, как к нам достичь этой вершины, будут ступеньки. И одна из таких ступеней, важных ступеней, это ответ на вопрос, как понравится мужчине. Известно вам, девчата, хорошо известно, что вам, в первую очередь, нравятся мужчины, уверенные в себе мужчины, которые достигают своих целей, ставят перед собой какие-то задачи. И, соответственно, вам такие мужчины нравятся, успешные. Интересный вопрос, а какие девушки, какие женщины нравятся такому мужчине? Этот вопрос вы себе задаете, безусловно. Но ответ на него не всегда у вас, вы находите этот ответ. А ответ следующий. Данному мужчине, какая ему женщина будет нравиться? Женщина – девушка, у которой имеется высокая самооценка. Так вот, степень ее самооценки сопостоима со степенью его уверенности в себе. Это важный параметр, который вы должны понимать. Соответственно, мы задаем себе вопрос, из чего складывается наша самооценка. В первую очередь, мы начинаем размышлять о своем прошлом опыте. Он начинается с общения с мужчинами. И в кругу этих мужчин обычно находятся отец, брат, ваши дяди, близкие родственники, друзья. Друзья по школе, друзья по институту, затем по курсу по кому-то. И эти отношения с вашими родственниками, с вашими друзьями приводят вас к такому состоянию повышенной самооценки. Вы им нравитесь, они вас любят, они вас приподнимают, они вас всячески мотивируют к развитию, к саморазвитию, к достижению целей высокой самооценки. И соответственно, мы можем таким эпитетом обобщить, как таким эпитетом единички. Я единственное, я единственное для них, я единственное для своих родственников, для своих друзей, для ближнего своего окружения. Я единственное. Этот эпитет поднимает вашу самооценку. И вы, благодаря этому эпитету, этому толчку, этой поддержке, этой поддержке эмоциональной, моральной, материальной, поднимаетесь в самооценке. И соответственно, выходите в более широкий круг общения. И в этом кругу общения вы встречаете других мужчин. И эти мужчины, уверенные, уверенные мужчины в себе, которые вам нравятся и хотят достичь своей цели, а именно стать для этого мужчины единственным. А для них, соответственно, вы не являетесь таким объектом желанным. Почему? Потому что ваша самооценка ниже, чем его самоуверенность в себе. И что из этого получается? Некоторый небольшой конфликт. Вы начинаете думать, что предыдущие ваши отношения с мужчинами, то есть они давали вам не ту самооценку, эта самооценка вам не поможет в достижении вашей цели. То есть вот это единственное понятие единственности, вы как бы убираете из своей жизни, вы здесь прерываете связи. Прерываете связи, потому что вы стали независимой, благодаря этому ваша независимость увеличилась, вы смогли подняться выше и посмотреть дальше, дальше, дальше в будущее. И вы свое будущее строите, думаете о каком-то мужчине. И к чему вы приходите? К тому, что ваша самооценка здесь понижается. И что у вас получается, когда самооценка понижается? Вы становитесь одинокая, одинокая, вы не нравитесь, ваша самооценка падает. Падает вот до такого состояния. Итак, эти два состояния нас приводят к чему? К чему вас приводит? К тому, что в вашем настоящем нету мужчины вообще. То есть и эти мужчины вас не устраивают, потому что они не такие успешные, не такие удачливые. Они оценивали вас, когда вы были девушкой, девочкой, когда вы были школьницей или учились в институте. В настоящий момент вам требуется другая самооценка, потому что эта самооценка уже вас не устраивает, она не может помочь вам достичь вот этой цели. Поэтому вы от этих отношений отказываетесь, забываете про них и теряете свою самооценку. Я предлагаю вам вот эту модель, вернуть себе отношения с этими людьми, обязательно вернуть в первую очередь. Мы начнем возвращать отношения с людьми, благодаря которым ваша самооценка в тот или иной период росла, поднималась. То есть вы там были единственной, вы были там единственной. Вот в этом моменте, когда ваша самооценка падает, происходит что происходит? Вы становитесь одинокая, свободная, свободная, одинокая. У вас совершенно независимость здесь уменьшается. И для мужчины, вот для этого мужчины, для уверенного себя мужчины, вы становитесь такой желанной целью, легкой добычи, как бы сказать, понимаете? То есть вот этот именно момент очень важный. Важно понять, что вы должны подать себя как легкую добычу, чтобы мужчина, а он охотник вроде, да, уверенный в себе, захотел эту добычу поймать. Понимаете, в своей сети у вас есть самооценка, благодаря которой вы сможете поймать на крючок этого мужчины, скажем так. Вы, значит, включаете такую, скажем, я одинокая, я несчастная, я никому не нужная. Включаете эту тему на полную, вот здесь. И мужчина видит, что вы одинокая, вы свободная, вы слабая, вы показываете свои слабости. Ваши слабости являются вашими достоинствами для него. Так как ваши слабости – это качества, качества которых у мужчины у этого нет. А этими качествами он хотел бы обладать. То есть это ценность для него, слабость ваша. После того, как мы все осознаем отношения здесь, стремимся к связям здесь, когда я одинокая, и тут, когда я единственное, делаем отношения. Здесь мы что делаем? Что мы здесь делаем? Мы в первую очередь теперь стараемся быть единственной и неповторимой для себя. Для себя создать свой образ единственный и неповторимый. Благодаря этим двум вещам, я единственный и неповторимый. Вот здесь мы можем создать неповторимый образ, когда вы становитесь одинокой. И вы стремитесь реализовать свои слабости в образе каком-то, понимаете, в образе неповторимом. Это очень важно. А здесь вы будете единственной, единственной, любимой и всячески превозносимой. И эти два состояния вам надо объединить в себе. Для чего? Чтобы здесь появилось у вас качество. Качество. Вот за этим листочком мы увидим цифру 10. Это как цифра, но я говорю, это 1-0. Внутренний ваш мир, ваша самооценка на порядок получает увеличение всех качеств ваших. И благодаря этому ваша ценность увеличивается, самоценность увеличивается. А для мужчины, для охотника важно именно добыча, чтобы была и имела ценность. То есть, когда он обратит на ваше внимание, как на слабую, одинокую женщину, обратит внимание, что легкая добыча. Но когда он приближается к этой добыче, она, оказывается, имеет свою ценность. Ценность. Она объявляет, что она имеет свою ценность. И каждая ее слабость становится ее преимуществом. Это каждое ее качество слабости. Оно в 10 раз на порядок увеличивается. И становится качеством. Которых качеств у этого мужчин нет. Поэтому у него появляется желание обладать этими качествами. Этими ценными ресурсами, которых у него нет. Вот в этом случае вы ему начинаете нравиться. В этом случае вы начинаете быть желанным для него. Поэтому, что мы делаем? Первое. Мы восстанавливаем отношения. Вот здесь все отношения восстанавливаем. Поддерживаем их. И уделяем сюда время. Мы передаем сюда время. Уделяем время. Чтобы здесь стать слабой, одинокой и несчастной, скажем так, мы должны сюда передать свою независимость. Которая приподняла нас. Приподняла нас до этого уровня, на котором мы теперь мечтаем о таких отношениях с этим мужчиной. Когда мы передадим эту независимость лишнюю, передадим, и станем здесь свободной и одинокой, тогда мужчина обратит на вас внимание. Внимание обратит. Как только он обратил на нас внимание, сразу мы включаем на полную катушку свою слабость, свою несчастность, скажем так, свою одинокость. И мужчина стремится попасть в это свободное пространство. Для него важна легкая добыча именно свободного пространства. Как только он подходит, он попадает, куда попадает? Он в качество попадает. В качество вот это. В это качество, которое он увидел близко. Он увидел близко. В 10 раз все качества ваши увеличиваются. Слабость ваша увеличивается. Она становится силой. И для него это, конечно, большой-большой сюрприз. Сюрприз. Он думал только захватить, схватить эту жертву. Эту жертву съесть. И дальше двигаться. Она оказалась ему не по зубам. Тут оказался алмаз граненый. И ему захотелось, понравилась ему эта игра. Ему захотелось ее добыть. Добыть. То есть, чтобы она стала его. То есть, наша задача какая? Задача стать для него единственной и неповторимой. То есть, единица и ноль. Соединяйте в себе. И у вас будет качество единственной и неповторимой. То есть, такую женщину он уже больше нигде в своей жизни не встретит. Вот когда он понимает, что перед ним качество, ценность. Когда перед ним граненый алмаз, бриллиант. Понимаете? Перед ним находится вот это качество неповторимости, единственности. Тогда этот мужчина не то, что наравне с вами. Нет. Вы уже выше него. Вы выше него. Вы уже смотрите сверху вниз на него. А он думает, как до этого бриллианта. До этого ценности. До этого сокровища. Вот, что вы должны возбудить в мужчине. Не в сексуальном плане. Возбудить в нем жажду обладать ценностью. Единственной и неповторимой женщины. Ее качество. Дорогие друзья, девчата. Мы сохраняем отношения с прошлыми. Уделяем им время. Обязательно. Здесь мы связь создаем. Связь в свободном пространстве. В свободном пространстве появляется, когда вы подаете себя, как одинокое. Одинокое, несчастное, никому не нужное. Женщина на балконе стоит, на пустом. И все. И тут мужчина, вот этот мужчина, видит эту добычу и идет к ней. Вот, вы включили здесь одиночество. Включили свою ненужность. Понимаете? Обязательно включили. Вот эти качества переходят сюда. И эти качества сюда переходят. Вместе это все на порядок увеличит вашу ценность. Понимаете? Это важно. Когда вы это сделаете на этом этапе, то, безусловно, вы привлечете ему внимание. Это уверенно в себе, в мужчине. Потому что вы будете иметь высокую ценность, высокую самооценку. Вы привлечете его внимание. И он захочет с вами общаться. Вы ему будете нравиться. И он будет желать с вами отношений. Поэтому, дорогие девчата, ребята, я сегодня рассказал эту тему. Как бы вот так каламбурно, может быть. Но, надеюсь, что-то вы из нее рациональное зерно вытянете для себя. До новых встреч. Рад был с вами повидаться. Заходите ко мне на канал. Подписывайтесь, лайкайте. Меня это мотивирует. Окей. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok